приветствую всех вы смотрите передачу реновация и новостройки москвы ну и продолжается строительство большой такой штаб-квартиры сбербанка или как он сейчас называется компания сбер да организация сбер такой концерн да но в который входит том что и сбербанк ну и сбермаркет ну и все так все остальное все эти другие подразделения вот этот штаб-квартира она строится на кутузовском проспекте ну а точнее между кутузовским проспектом владение 34 улицы кульнева вот она здесь проходит и третьим транспортным кольцом ну а также здесь вот москва-река проходит и вот это вот штаб-квартира она будет состоять из пяти зданий вот это две башни вот эти две башни более чем 100 метров со 40 более чем 40 этажей больше чем 100 метров две башни это как бы корпуса а б также будет корпус г вот это вот он уже построен в 2019 году также сюда войдет отдельно как вот этот вот корпус который тоже уже построен первым был и был раньше президент плаза вот а до этого еще было здание президент центра вот там президент плаза но сейчас тоже вошел сбербанк вот этот комплекс в 2014 году был построен и сейчас идет строительство еще одного комплекса в то есть а б вот это в строится и г уже построен вот это как четыре корпуса бвг и 5 ну как бы без буквы ну может быть д как бы да или я не знаю как то так сам по себе тоже как бы войдет состав вот этого объединенный штаб-квартира сбербанка вот это сейчас строится комплекс в вот это красным это показано новое строительство вот но если посмотреть на карте то это вот здесь вот выглядит таким вот образом вот видите здесь улица кульнева проходит кутузский проспект окружная железная дорога который сейчас называется мцк третий транспортное кольцо москва-река ну вот вот этот район да видим это дорогомилова и соответственно в натуре это выглядит вот так то есть вот видите это такое видите башни значит сбербанк ведь уже написали потому что вот допустим в двенадцатом году это выглядело вот так была вот эта башня еще тоже недостроенная вот видно еще здесь тоже строилась ну то есть еще тут вот это президент плаза строилась то есть еще пока все было вот но сейчас вот это уже все выглядит более так сказать уже конкретно да то есть уже вот это за ней вот это башней еще за ней другая вот они две двойной башни и говорил да вот это вот президент плаза вот и вот этот еще тоже башни которая строится как бы комплекс г но нет она уже построена получается тогда уже построен в двенадцатом году небольшая такая вот и сейчас строится вот этот гукок корпус а то в.. который здесь вот показан от красным вот это вот такой длинный корпус который будет вытянут а вдоль вот этого 3 3 транспортного кольца который но этот съесть и третий транспортного на вот этот Кутузовский проспект, а третий транспортный, оно проходит там, за окнами, вот внизу проходит под ним, третий транспортное кольцо. Как видим, этот комплекс немножко перекликается рядом на хвост с комплексом Москва-Сити, знаменитым деловым центром Сити. И вот здесь как раз хотели, кстати, даже связать этот комплекс Сити монорельсом, такой галереей, вот с этим комплексом Сбера, но как-то, по-моему, вроде отказались, хотя, может, потом чем-нибудь и свяжут отдельно, какой-нибудь дорогой, чтобы они как-то соединялись. Ну, вообще, когда-то, в принципе, здесь проходил сухой кобыли-навраг рядом с Москвой-рекой, как бы тут небольшой такой приток Москвы-реки проходил в этом месте, Москва-река, вот. Ну, а потом, соответственно, ну, он высох постепенно, и, в общем-то, здесь находилась промзона, западный порт, и здесь, там, где сейчас бизнес-центр находится, там раньше находился приборостроительный завод имени Казакова, который упускал, ну, преимущественно, военную продукцию, радиоприемники Вега, только это не бытовые приемники Вега, которые многим известны, а больше такие военные, как бы, радиостанции такие были, вот, ну, и всякую такую, в общем-то, военную продукцию. Сейчас там уже давно он ничего не производит во мной, и там, в большей степени, находятся всякие там офисы разных компаний. Вот, ну, и вот этот вот кобылин обрак, который вот за его стенами находился, сейчас вот он засыпан, и на его месте как раз вот построили этот жилой комплекс. Если, кстати, хотели построить при Лужковище и Икею в конце 90-х годов, в начале 2000-х, ну, в общем, Лужков отказался от этого проекта, от создания Икеи, да, знаменитой, так сказать, шведского концерна, магазина, таких знаменитых сетей магазинов Икеи. Ну, и вот где-то с 2003-2004 годов здесь началось строительство вот как раз вот этих бизнес-центров. Ну, сначала строила компания Мирекс Групп, которой владел Сергей Полонский, вот, и поэтому строился здесь центр Мирекс Плаза. Однако что-то пошло не так, чьи-то денег не хватило, слишком большие были затраты, может быть, действительно, было и мошенничество, в общем-то, растратили много средств, в итоге мало что построили, строительство несколько раз замораживалось, вот, в итоге, так сказать, потом, так сказать, все это, так сказать, имущество Полонского перешло потом к промсвязьбанку и также компании Зияда Монасира, вот, связано с каким-то тоже Газбанком, там, Газстройбанком, что ли, что-то такая у него была компания. Ну, в общем, тоже они потом пытались уже что-то строить здесь, в итоге построили вот этот вот президент-центр, но президент-центр потом снесли, построили президент-плазу, вот это вот здание одно удалось построить, а остальные долгое время находились, собственно, в недостроенном состоянии, вот эти башни тоже, вот эта башня, то есть их постоянно замораживали строительство, потом опять размораживали, вот, ну, потом, соответственно, перешло, это, Полонский окончательно продал, соответственно, уже свои, так сказать, все активы, да, и, так сказать, права на эту территорию и на все, что находится на объектах, да, уже Руслану Багдасарову, вот, да, соответственно, Международный центр девелопмента, владелец этой, так сказать, компании. Ну, а Руслан Багдасаров в 2016 году продал всего Сбербанку, вот, ну, тогда он еще назывался Сбербанк, вот, и вот, собственно, Сбербанк здесь и развернулся, вот он уже, собственно говоря, и вот эти башни он себе перелицевал, переделал и начинку, и наружности довольно значительно, ну, и, соответственно, вот, достроил вот это здание в 2019 году, здесь все уже, въехали сюда, так сказать, разные подразделения Сбербанка, ну, и сейчас тут строят вот это вот как раз новый вот этот вот корпус, корпус В, строят здесь вот уже, так сказать, такой будет вытянутый, да, около вдоль, еще один корпус нового своего бизнес-центра. Ну, это как бы много, и в итоге все это будет такой, как бы, многофункциональный деловой центр, даже многофункциональный, скорее, центр, который Сбербанк будет называться. Вот, почему Сбербанк непонятно, потому что все-таки, получается, все-таки, как бы, Сбер, а не Сбербанк, ну, может быть, Сбер по-другому переименует, который вот будет состоять из нескольких зданий. Ну, понятно, что здесь, конечно, будет, как бы, штаб-квартира, и, в принципе, это будет свидетельствовать о, как бы, еще, как бы, будет один гвоздь, именно, так сказать, в пользу того, что у нас такой, как бы, ну, скажем так, государственно-монополистический капитализм. То есть, да, то есть, такие вот, есть государственные монополии, такие крупные, большие государственные компании, такие магнаты, большие капиталистические акулы, как бы, да, такие, как Газпром, ВТБ, вот, или там, допустим, Роснефть, да, или там Ростех, вот, Чемизова. Ну, и вот одна из таких компаний, которые, так сказать, именно, вот, ведет бизнес, как бы, такой олигархический, да, государственно-олигархический, это вот именно, конечно, Сбербанк Германа Грефа. Вот компания, да, которую он возглавляет. Ну, и вот, собственно, одна из таких компаний, которая, конечно, тесно связана с государством, вот, но при этом, как бы, формально является частной компанией, но все равно тесно приплетен с государством, да, как бы, такая семья олигархическая получается, состоящая из, ну, там, нескольких десятков бизнесменов, таких олигархов, да, которые, соответственно, прочно срочены с государственной властью. И вот эти компании, да, они, конечно, заявляют фактически лидирующее положение в экономике России, вообще в целом определяют, в общем-то, ну, скажем так, лицо страны, да, лицо России, и, естественно, что им выделяется, да, они имеют возможности так купить такие огромные, в общем-то, площади, территории, строить такие вот помпезные дорогие здания, дорогущие, недвижимость, и потом, соответственно, ей же владеть, и, в общем-то, ну, за счет, во многом, средств, конечно же, налогоплательщиков, средств и своих клиентов, да, которые в итоге раздувают вот эти вот, все эти организации, они имеют возможность вот строить такие вот здания. Вот. Ну, и в каком-то смысле паразитировать, да, уже, так сказать, сидя здесь в всяких офисах, кабинетах, и, в общем, стричь купоны, да, стричь прибыль, получать большие деньги, ну, в общем, практически за ни за что. Вот. Ну, вот такой вот будет, опять же, многофункциональный комплекс, вот, который уже в каком-то смысле построен, ну, и еще вот, опять же, этот комплекс, он строится, а эти башни тоже достраиваются сейчас, вот, в настоящий момент. Ну, и я думаю, что уже где-то по 22-му, может, 23-му году максимум уже, в общем-то, Сбермак сюда полностью переедет, все подразделения, а сейчас во многом штаб-квартире Сбербанка, она находится на улице Вавилова, вот, там вот на перещине с проспектом 60-летия октября, ну, недалеко от метро Ленинский проспект, там между метро Ленинский проспект и Аказемическая, вот там находится. Ну, там все-таки уже тесно, видно, Сбербанк устал, и он решил отхватить кусок намного больше, вот такую большую территорию, и здесь уже, вот, наверное, ему места явно хватит, ну, по крайней мере, на много-много лет, но потом, может, еще куда-нибудь переедет, что-нибудь еще более крупное найдет. Вот, но территория, конечно, привлекательна в плане именно расположения, потому что, видите, треть транспортная, автодоступность хорошая, там же и машинопарк проектируется на 3000 машин, где-то так, потому что там всем места хватит, ну, и тут же и Кутузский проспект, конечно же, с непосредственно выездом чуть ли не в Кремль, да, через Возвиженку, да, ну, железо-дорог, конечно, в меньшей степени, ну, и Москва-река, тоже виды красивые, ну, так что, конечно, место довольно такое привлекательное, центра города, в общем-то, практически рукой подать. Вот. А так что вот такая вот ситуация, настоящий момент, так сказать, со строительством этого комплекса, ну, и дальше, наверное, уже посмотрим, что из этого получится, достроит ли в итоге уже, наконец-то, этот многострадальный комплекс, который уже строит, получается, ну, 20 лет, ну, без малого 20 лет уже строит эти башни здесь. Ну, вот. Ну, и, конечно, понятно, здесь будут не только Сбербанк, всякие магазины, кафе, особенно, во-первых, там, вторые этажи, естественно, будут занимать, всякие там салоны, это все понятно, как обычно, все это, конечно, будет. Ну, может быть, в аренду тоже что-то будет сдаваться каким-то компаниям, то есть, наверное, не только Сбербанк здесь будет, но в целом, конечно, это именно будет штаб-квартира Сбербанка, вот, как говорится, главная территория, ну, и вот, а остальное уже, наверное, будет сдавать в аренду, может быть, какие-то часть помещений и сторонним компаниям, это понятно.